И всем привет, ребят! С вами Старбайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень интересное устройство, которое изменилось в балансе за последнее время. И стало смотреться в рамках матчмейкинга очень неплохо. Ну и оно также будет приурочено к трофеям и к тому, на каком устройстве эти трофеи можно выполнять. Если вам подобного рода видосы нравятся, игрового формата, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте установите мой личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и конечно же заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами мы обсудим те самые новые трофеи, которые появились у нас в августе. Это трофеи на хопера шафта. Именно эту комбинацию мы сегодня вместе с вами выкатим. И выкатим ее на нестандартном устройстве, а именно на шафте с триплетом. Триплет это то устройство, которое в последнее время себя показывает очень интересно в рамках именно шафта. Ну и попробуем реализовать эту комбинацию в обычной матчмейкинговой катке с дроном. Конечно же кризис, кризис идеально сочетается с этим устройством. Ну и посмотрим, что у нас из этого всего получится. Что касаемо режима, было бы очень неплохо сыграть что-то быстрое, где можно реализовать нашу скорость. Ну и давайте попробуем регби. Именно в этом режиме реализуем нашу комбинацию, где и скорость будет ролять для доставок мячей. Можно в принципе и тащить и флаги, да, то есть условно в штурме за атаку, либо в захвате флага. Ну а можно даже играть и условную ТДМку. Даже в ТДМе эта комбинация будет работать и можно сделать из нее максимальную прибыль. Ну а вы в комментариях можете написать свое мнение по шафту, по устройствам, какие устройства, по вашему мнению, на эту пушку на сегодняшний день являются самыми жесткими, нагибающими. Ну и что вы, возможно, используете. Либо вы, может быть, трофеи бьете на хопера шафте. Напишите, будет интересно тоже почитать. Так, ну а у нас что-то регби не пикает. 50 секунд уже время ожидания. Может быть, стоит нам тогда пикнуть вместо регби, например, ТДМочку, да. В принципе, наверное, по времени должно у нас закидывать нормально, быстренько. Такие матчмейкинговые катки. Но что-то какое-то время ожидания прям очень и очень большое. И по секундам, которые показываются, и в целом как-то все нам очень долго подбирают. Ну ладно, давайте тогда пикаем быстрый бой. Два режима не находят. За быстрый период времени. Поэтому давайте уже по быстрому бою пикнем. Может быть, что-то мне быстрый бой предложит интересное. Но хотелось бы, конечно, либо ЦТФочку, либо регби. В этих двух режимах я точно уверен, что эту комбинацию можно очень жестко реализовать. Но посмотрим, что нам тут дадут. А нам дают ЦП. Блин, почему я не удивлен, если честно? Вот я от слова совсем не удивлен. Катки у нас 5 минут. Резистов от шафта 0. Просто 0. Это значит, что здесь наш шафт сейчас точно будет давать контенту. То есть у нас, грубо говоря, 5,5 минут до конца. Попробуем сыграть на победу. ЦП в таких вот именно боях в камбэках очень хорошо смотрится. Ну и особенно, когда от меня нет резистов. Я думаю, что можно показать максимально жесткую реализацию нашей комбинации. Так что пробуем, стараемся. Накидываем домашки. Ну и пробуем сделать, во-первых, как можно больше пользы для своей команды. Вы видите, как жестко у нас залетает. Уже 6 киллов у нас имеется. Очень легко уничтожается противник без резиста с этим шафтом. И что самое главное, шафт с триплетом стал в перезарядке тоже намного быстрее. И с расстояния тоже урон очень хороший залетает. У меня уже 9 киллов. Просто 9 киллов мы контролим вражеский спаун. Хотел я еще аудишку прожать. Но, к сожалению, не успел. Очень жесткое начало. И это все было сделано за буквально полторы минуты. И это только лишь только начало. У нас еще 4,5 минуты впереди. Будем пробовать максимально жестко все это дело реализовать. Ну и мне нужно, конечно же, еще и юзать овердрайвы. Овердрайвы здесь тоже смотрятся очень хорошо. И, что самое главное, именно кризис очень хорошо сочетается с этим шафтом. За счет того, что у тебя три выстрела, потом перезарядка. То есть ты можешь давать эти шотики. Потом, оп, переключаться на ДАшечку. И опять, когда у тебя перезарядка уже происходит, ты обратно переключаешься на ДД. И накидываешь тот самый замечательный и важный дамаг. Так, здесь мы можем просто прожать овердрайв. Не буду я даже ничего придумывать. Просто нажму, чтобы не терять время и чтобы у меня был дополнительный плюс-килл по оппоненту. Так, ну и здесь Викинга Смока едет на меня. Открывается три шота. Кабину ловит. Прожимает аптечку. Добавочку в виде двух шотов. И на респаунчик спокойно улетает. Здесь тиммейты уже на страховочке работают. 260 очков у нас уже имеется. Ну и этот шафт, это, знаете, моментальная возможность слить и оппонента. Как вот, например, на рикошете есть Гелиус. Где ты можешь тоже в минимальный промежуток времени нанести большое количество урона. Так вот, на шафте есть триплет. Которым ты так же сам можешь за очень быстрый период времени сделать большое количество урона. Дальше переключиться по расходке. Подождать перезарядку. И опять сделать добавку. То есть, вот в этом плане мне очень сильно нравится шафт с триплетом. И то, что ему сделали более быструю перезарядку баллона. Оно прям очень сильно видно. И сразу же улучшает характеристики вашей пушки. Да, вот я здесь запикивался. Мы проигрывали. Уже выигрываем это раз. Во-вторых, мы сейчас еще попробуем в этом бою занять здесь первое место. Потому что счет у меня уже 18 на 2. Просто 18 на 2. А шафт прожимает овердрайв. Плюс еще есть криты, к слову. Есть еще возможность критов. С этим замечательным. Оп, 4 противничка. Ловим. Ловим оппонентиков. Шикарно на троих. Просто Оуди залетает. Аптечка почему-то у меня с первого раза не прожималась. Но здесь урон делит надо жать. 22 кила. Если бы минус не упал, с этими 22 килами было бы 2 смерти вообще. Очень жестко пока что. Ну и овердрайв у харька копится тоже довольно быстро. Быстренько сливаем викинга шафта. Ну и пробуем забирать точку. 23 кила у нас уже имеется. А сколько здесь можно было бы сделать киллов, если бы я бы запикался бы в нулевую катку. Потому что по сути я запикался на треть боя. Просто на треть боя меня закинуло. И уже за эти треть боя у меня 25 киллов. Еще полторы минуты у нас есть до конца. Во-первых, нам нужно камбэкнуть эту катку. Нам нужна победа. В рамках этого боя. Поэтому стараемся выйти на победку. Еще 2 400 на накидку. Так. Пробуем слить здесь шафта. У нас опять одна точка на контроле. Только лишь. И Ханта Рожига в меня просто въезжает. 26 на 4. Шикарнейший счет. Так. Ну и по контролю точек у нас есть своего рода проблемки. Цэшечка пока на нейтралке. Пока она на нейтралке. Нужно пробовать под захват играть. Но здесь меня сливают. Овердрайва у меня нету. Еще один овер у меня будет. Но у нас контроль лишь только одной точки. Нам нужно быстро забирать вторую. Что мы прямо сейчас и пробуем делать. Криты мне еще раздают. Шикарно. Под критами вообще этот шафт смотрится очень круто. Так. И я надеюсь что наши тиммейты заберут эту точку. А я попытаюсь забрать как раз таки вот эту точечку. С прыжка еще тык удаем. Васпа Рожига здесь с кризисом играет под нас. Хватит ли мне урона? Нет. К сожалению урона мне не хватает. И овердрайв я здесь свой не прожимаю. У нас 2 точки на контроле. Одна точка уходит. Но нам надо ее быстро вернуть. Очень быстро вернуть надо эту точку. Очень быстро возвращаем ее. К себе на базу. К себе в карманчик. Так. Ну и 2 точки просто нам надо придержать. 2 точки придержать. Сверху у нас противник есть. Нету. Не знаю. Не вижу. Есть противник. Так. Сделаем въезжалову. И аудишку на двоих. Шикарнейшая реализация. В минус не падаем. С разворота сливаем еще одного. И просто по сути этим мувом выигрываем прямо сейчас бой. Просто выигрываем бой. И у меня 35 киллов. Ну ладно не за треть. Чуть больше чем треть прошла боя. Но это очень жесткие результаты. Еще и успеваем забрать здесь первое место. На хопера шафте с триплетом. Вот вам супер быстрая торпеда. Под кризис. Под реализацию. И я даже думаю что нам этой одной небольшой катки будет достаточно. Для того чтобы вы реально увидели результат этой комбинации и устройства. Если вы будете вдруг бить трофеи на этой комбине. Я по сути набил первые свои очки на хопера шафте. 630 очку. Осталось всего лишь там до 5 миллионов. Копейки можно сейчас может быть трофеечки уже на хопера шафте реализовать. То вот такую комбинацию берите себе под расчет. Ну и берите все это дело конечно же с шафтом на триплет. Который называется режим серийного огня. Раньше это устройство подавалось за кристаллы. Сейчас я честно говоря не знаю. Ну наверное уже. Наверное уже в золотом я так думаю. Да. Да. Она уже с золотой обводкой. Значит уже в золотом с контейнеров падает. Пишите что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайками. Если вам понравилось. Подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны. Ну а у меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.